Доброго времени суток! Мы на канале компании «АвтоСтронг». Компания, которая обладает лучшим сервисом, обалденными качественными запчастями и осуществляет быструю доставку. Сегодня у нас особенный выпуск. Всего лишь за три месяца наш канал набрал 6500 подписчиков. Некоторые видео набрали по 70000 просмотров. Мы получили в районе 1000 комментариев. Как и обещали, мы взяли самый популярный запрос из комментариев. Сегодня мы разбираем мотор для вас. Итак, встречаем 1.6 HDI. Итак, 1.6-литровый мотор HDI TDC разработан инженерами компании Peugeot по заказу Ford и концерна PSA. Он дебютировал в 2004 году на Peugeot 407. Затем в 2011 году его удешевили и вместо 16-клапанной ГБЦ поставили 8-клапанную. Мы же сегодня поговорим о его первоначальной 16-клапанной версии. Этот мотор устанавливался на автомобиле восьми марок. От Ford, Peugeot, Citroen до Volvo и Mini. В зависимости от версии от 75 до 110 лошадиных сил. Моторы 1.6 HDI и TDC на 100% не взаимозаменяемые. У них одинаковый блок и поршневая, но навесное у них разное. Например, у Volvo, Ford и Mazda стартер-генераторы свои, у Peugeot и Citroen свои. Вот отличие в исполнении навесного оборудования нашего мотора. Вот это интеркулер во французском исполнении, который ставился на Peugeot Citroen. Стоит он вертикально возле основного радиатора. Вот это интеркулер в немецком исполнении, который ставился на Ford и Volvo. Стоит он горизонтально возле основного радиатора. Про этот двигатель ходят противоречивые легенды. То есть у одних он служит верой и правдой, они просто его хорошо обслуживают. У других он приносит одни беды и расходы на ремонт. Но мы не будем обращать внимание не на одну точку зрения, а обратим внимание на его реальные недостатки и достоинства. Конкретно этот двигатель с автомобиля Peugeot 307 2005 года с пробегом 180 тысяч километров. Итак, начинаем нашу разборочку. Про первые нюансы этого мотора мы можем рассказать уже сейчас, не разбирая его. Вот эта интересная штука называется пневмодозатор. Здесь есть много датчиков, то есть датчики наддува, температуры, которые могут подглючивать. И вот из этих патрубков может подтекать масло и капает оно куда? На генератор. Но такой пневмодозатор стоит только на французских моторах мощностью 110 лошадиных сил. У немцев немножко другая история. Вот это пневмодозатор крупным планом. Здесь мы видим, что масло немножко присутствует. Оно сюда попадает масляным туманом через систему вентиляции картерных газов. Либо же через болеющую турбину. Любую турбину этого двигателя многие считают расходником, потому что она не ходит больше 150 тысяч километров. Но это зачастую случается из-за масляного голодания, потому что турбина крутится на сухую. А как мы знаем, на сухую это плохо. Проблема масляного голодания начинается вот в этом штуцере. Этот штуцер стоит на маслоподающей трубке. Здесь есть сеточка, как фильтр грубой очистки, через который проходит масло. И как только у вас начинаются проблемы с маслом, закоксовка, грязь и так далее, то ваша турбина голодает и выходит из строя. Если у вас погибла турбина на этом моторе и вы меняете ее на новую, но не разобрались вот с этой вот штуцером, то вскоре умрет ваша вторая турбина. То есть бывали случаи, что люди меняли несколько турбин на этом моторе, не решив вот эту проблему. А вообще этот мотор любит коксовать масло любого качества, поэтому не затягивайте сервисные интервалы его замены. Вот эта турбина снятая с нашего мотора. Мы сами в шоке, потому что она реально новая. То есть это говорит о том, что в компании «АвтоСтронг» с разборки вы можете купить практически новую турбину. Это реклама. Эту турбину как будто сняли с полки магазина. То есть она абсолютно чистая. Обратите внимание на состояние улитки, штока, актуатора. Она даже не успела побегать на этом моторе. Можно сделать однозначный и очень интересный вывод. Даже при качественном европейском обслуживании и качественном масле турбины на этом моторе умирают. И еще пару слов о турбинах. На 110-сильном моторе стоят турбины Garret, такая как у нас, с изменяемой геометрией. На моторах 90 лошадиных сил стоят турбины Mitsubishi. Так как в «АвтоСтронг» есть все, это реклама. Эта турбина с Ford C-Max и эта турбина с Citroen Picasso. Они абсолютно взаимозаменяемые. 21 век, а на этом моторе установлена груша Андрей Владимирович. Она служит для того, чтобы накачать топливо в топливный фильтр при его замене. И по мануалу ее надо качать 2 минуты. И еще один нюанс. Вот это трубки, по которым циркулирует антифриз. Вот эта сторона входит в блок. Часто так случается, что вот этот конец разрушается и антифриз гонит наружу. И мы можем показать, как она разрушается, потому что на этом моторе вот эта проблема уже началась. Мы сняли впускной коллектор и обнаружили очень некрасивую ситуацию. Очень много сажей во впускных патрубках и разбираем этот мотор далее. Мы постараемся найти причину вот этого безобразия. А сейчас мы займемся форсунками. Как и на многих дизелях, здесь тоже есть проблема с забиванием сажей каналов форсунки. Здесь это происходит по двум причинам. Первое, это из-за прогорания вот этой медной огнеупорной шайбы. И второе, ослабевает гайки на шпильках крепления форсунок. То есть на какие-то доли микронов она ослабевает и все газы рвутся наружу. Что мы видим на одном из цилиндров. Газораспределительный механизм здесь ременной. Он приводит в движение зубчатым ремнем. То есть зубчатый ремень приводит в движение топливный насос и выпускной распредвал. А выпускной распредвал приводит в движение цепь, до которой мы скоро доберемся. Только что мы сняли металлическую крышку, которая по совместительству является по силе распредвалов. И здесь мы видим ту самую цепь, которая приводит в движение выпускной распредвал. На ранних экземплярах этого мотора цепи растягивались. Но впоследствии производитель устранил этот нюанс путем увеличения толщины внешнего звена цепи. И еще один нюанс раннего мотора. То есть преждевременный износ кулачков распредвалов. И здесь он прекрасно виден. И это чисто косяк производителя, потому что такой износ показывает, что это сталь негодного качества. Такой удачный мотор, что просто капец. Как такое может быть? Вот такое черное состояние масляного налета в ГБЦ. Это норма для дизельного мотора. И самое главное, что здесь мы не видим никакой загаженности, закоксованности. А это очень даже присуще данному мотору. Это клапан EGR. К нему никаких вопросов, потому что он чистый. Тогда остается вопрос, откуда закоксовка во впускных каналах? Возможно, это последствия езды на старой текущей турбине. Сейчас будем снимать головку блока, и состояние цилиндров нам многое прояснит. По состоянию цилиндров хон присутствует, задиры отсутствуют. Но есть небольшой нюанс. Из-за того, что мотор долго стоял, образовалась небольшая ржавчинка на верхней стенке цилиндров, там где отсутствует масляная пленка. Поэтому не заставляйте ваши моторы долго ждать и приезжайте за ними в «АвтоСтронг-М». В поддоне все чисто, без каких-либо отложений и ничего не укрепляйте. Указывает на плохое здоровье мотора, а оно у нас не очень. Думаю, что по поршням комментарии излишни, но я точно знаю, что найдутся товарищи, которые скажут, что мы достали новые поршни из коробки. Только вопрос, на что нам это делать? Но поршень реально как из коробки. Мы просто сами в шоке, потому что, обратите внимание, на кольца никакой закоксованности. Графитовое напыление реально как новое. По вкладочам никаких вопросов нет. Да и выглядит он просто идеально. Как будто новый поршень взяли и облили маслом. Сейчас добрались до коленвала. Смотрим, что выработки никакой на глаз. Все измерения мы сейчас делаем на глаз. По виду он очень даже хорош. Он абсолютно соответствует тем прекрасным поршням. Но вообще поршневую группу этого мотора можно упилить, если пренебречься режимом прожига сажевого фильтра. То есть, если не дать этому мотору прожечь сажевый фильтр в долгой загородной поездке. Мы знаем немало вот этих моторов, которые доезжали до задиров, именно из-за того, что владелец игнорировал показания бортового компьютера. Разборка закончена и нам попался очень удачный мотор. Он подтвердил все противоречивые слухи про свою надежность. С поршневой и коленвалом у нас все зашибись, но распредвалы у нас бракованные, турбину уже меняли и вот-вот бы потек антифриз. И таким образом мы распространили еще больше слухов про надежность этого мотора. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте у нас только хорошие запчасти. Ставьте большой палец вверх и пишите в комментариях, какие моторы вы хотели бы видеть в наших следующих выпусках. Спасибо и с вами была компания «АвтоСтронг-М».